Огнестрельное оружие, прототип танка, спасательный круг, гидропила — все эти экспонаты сделаны по эскизам Леонардо да Винчи и главное по технологиям, известным в то время и из материалов, доступных 500 лет назад. Да Винчи делал открытия во многих областях, но больше всего он мечтал поднять человека в воздух. Первые летательные аппараты, они называются орнитоптеры, что в переводе с греческого — машущие крыльями. То есть это были конструкции, которые очень напоминали нам, например, летучую мышь, поскольку он был очень наблюдательным человеком. Он всегда задумывался над тем, почему птица поднимается в воздух. Он смотрел, как она приземляется, он смотрел на нее в состоянии полета, когда она парила. И вот это наблюдение привело к тому, что он задумал вот эти аппараты, которые бы позволили бы и человеку подняться в воздух. Но это те конструкции, которые не могли бы быть действенны, поскольку мышечной силы человека бы не хватило на управление этими рычагами. И от этой идеи орнитоптеров он переходит к идее планеризма. И если параплан, построенный по его чертежам, действительно летал, то ни один из предшественников вертолета в воздух бы не поднялся. Но сама мысль о машине, которая могла бы летать при помощи вращающихся лопастей, волновала потом многих конструкторов, в том числе Игоря Сикорского, создателя современного вертолета. Вот эти идеи, которые были встречены в его манускриптах, в рисунках, при его жизни практически ничего не было задействовано. Это, может быть, отдельные какие-то механизмы, которые он создавал при дворце миланского герцога Людовика Сфорца, поскольку работал при театре. До наших дней практически ничего этого не дошло. До наших дней дошли лишь его записи и чертежи. Всего около 6 тысяч листов. Но на самом деле это очень мало. Большая их часть разошлась по частным коллекциям. Но даже по этим записям удалось воссоздать немало. У него было очень много задумок, которые бы могли делать ру человека более эффективным. Это система шарикоподшипников, это всевозможные механизмы, которые передают по своему движению от одного к другому, это механика, это тема водной стихии. Часть экспонатов можно потрогать руками, покрутить, понажимать и увидеть, как работают придуманные гением механизмы, что с особенным удовольствием делают дети. А еще дополнительную информацию можно узнать с помощью интерактивных панелей. Здесь также есть много видео о том, как рисовались картины. Очень много интерактива. Есть панели, в которых можешь зайти, посмотреть, что, как было написано, как сделано. Также для этой выставки мы сделали специально аудиогид для мобильных телефонов, приложение, которое может каждый скачать бесплатно и послушать на русском, английском, либо румынском языках. Здесь каждый зал посвящен определенной тематике. Рукописные труды, летательные аппараты, гражданская инженерия, военные проекты, механика, физика и, конечно, картины. Оказывается, да Винчи был человеком увлекающимся, и некоторые картины он лишь начинал, а заканчивали его ученики. Но вот к Джаконде у него было особое отношение. Есть сомнение, что на картине изображена не жена Франческо Джаконда, а соединены черты нескольких натурщиц или нарисован даже сам автор Леонардо да Винчи. Однако доподлинно известно лишь то, что начал работать над картиной он в 1503 году и писал ее до самой своей смерти. И если сейчас «Мона Лиза» – пожалуй, самая известная картина в мире, для Леонардо да Винчи она так и осталась незавершенной. Мне понравилось. Это больше, чем я ожидала увидеть. Я приехала из Техаса, из Америки. Я даже не знала, что именно он изобрел танк, огнестрельное оружие. Такого, наверное, в первый раз, чтобы толпа людей шла на такие произведения искусств, которые хранятся во всем мире. Я думаю, что это человек, который превзошел в себя на столетие вперед. Есть что посмотреть. Приятно осознавать, что... Сколько это было веков? Да, четыре века назад существовал человек, который двигал искусство и науку вперед. Замечательная выставка. Это же гений. Леонардо да Винчи. Мы с удовольствием сюда пришли, потому что еще со школы учили, знали, что он практически всем занимался. И медициной, и искусством, особенно инженерией, военным делом. Выставка будет открыта до первого апреля. Так что у вас еще есть шанс познакомиться с работами да Винчи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!